МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Владимирович Вертопрахов, бизнесмен. Лариса Ивановна Лалвушкина, президент винтажного клуба. И Торбеев Владимир Юрьевич, шеф-повар. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, вспомним исторические культовые места нашего города и начать предлагаю наш разговор с ресторана «Гудок». Начнем с того, что визитной карточкой любого города привокзальный ресторан является. В Владивостоке он особенный, особенно в том здании, которые исторические, которые реанимировали в свое время. «Гудок», конечно, был самый лучший ресторан в городе в свое время. Потом был упадок по известным причинам. До сих пор вспоминается именно тем, что даже не кухня, а сервис. Вот эти официантки, которые по 20 лет работали, всегда были безупречны вообще в любом аспекте. Бармэна в жилетке, посуда, которой уже такой нету просто нигде, не найдешь ее просто. И сама атмосфера, то есть вот это вот высокие потолки. Это до сих пор помнится. Ну, конечно, последние годы были не очень, прямо скажем, приятными. Но, тем не менее, вспоминаем. Я так поняла, что про период упадка. Упадка вы когда говорили, вы имели в виду, наверное, 90-е годы, да? Да, конец 90-х. Ну, когда он закрылся. Я так понимаю, что очень многие места в то время либо закрылись, либо стали уже не теми, как говорится. Давайте вспомним еще, все-таки назовем эти культовые места нашего города, расскажем немного их историю. Я думаю, телезрителям будет интересно вернуться в прошлое, а кому-то и узнать о том, какие заведения были популярны во Владивостоке. Ну, я думаю, что все, кто в этом городе живет давно, либо посещал его и сейчас разъехался уже, с удовольствием, наверное, вспомнят свои посещения ряда ресторанов, начиная, наверное, из такого очень интересного места, как ресторан Арагви, который находился в центре города. Прекрасный ресторан, где были всегда свежие креветки, очень много приезжающих его хорошо вспоминают. Это ресторан Поплавок, ресторан Челюскин, был… Челюскин – это Версаль? Версаль, да. Да, сейчас он как Версаль известен. Ну, это уже немножко не тот формат. Конечно, рестораны «Волна», ресторан «Гудок» в вокзале, был ресторан «Океан», был ресторан «Золотой Рог». Очень много было таких интересных мест, при том, что часть из них располагалась в таких исторических зданиях, тем самым тоже создавая определенный колорит. И если говорить про ресторан «Гудок», это действительно атмосфера и дизайн всего этого создавался такой исторический, потому что сам ресторан и здание было построено еще в начале прошлого века. Вот, и очень многие интересные люди посетили его. Понятно, что основной контингент ресторанов в то время состоял из моряков, из людей, занимающихся торговлей. И приезжими. И это были очень такие колоритные места, куда собиралась очень разная публика. И учитывая, что в то время ресторанов было очень мало, и мест, куда можно было пойти, отметить свадьбы, день рождения, банкеты, всевозможные юбилеи, их было немного. Было целое событие всегда. Да, и даже просто выход в ресторан в то время, это было просто событие. Праздник. Да, праздник. Это специально все собирались, наряжались. То есть, прям, единственное, жалко, конечно, что не было тогда телефонов, и у нас осталось очень мало фотографий. Вот, и эти исторические места так потихонечку в лету ханули. Ушли, да, ушли в прошлое. И можно только вот, наверное, с каких-то очень личных архивов, это кто, если делал свадьбы и так далее, найти эти вот фотографии. Жалко. Потому что это история города, и у многих ресторанов, ну, например, там, какой ресторан Арагви, да, очень успешная история. То есть, ресторан просуществовал 40 лет. Вот. У нас в городе, наверное, практически нет такого заведения. Дай бог. И чтобы туда попасть, в свое время нужно было дать... Да, конечно же, была определенная процедура, и такой элемент охоты, когда ты все-таки попадал туда, и это подчеркивало твою какую-то там значимость или еще что-то, да, это было принципиально, и когда ты рассказывал, где вы были, вы были там, то, ой, а как вы туда попали? А мы там, вот, и так далее, да. При этом мы все пережили период, когда... В ресторанах ходят. Да, запрет на... Пережили в свое время запрет на алкоголь в ресторанах. Ну, и, конечно, вот этот колорит, который создавали моряки в этом городе, возвращавшись из своих рейсов, и понятно, что вот этот праздник, то есть музыка, которая постоянно звучала, то есть ресторан был неким таким местом, где совмещалась и музыка, и танцы, и кухня, ну, и экшен, конечно же. И подготовленное настроение к тому, что... Да, вот это вот создавало атмосферу. К сожалению, сейчас мы немножко разделили на клубы и рестораны, это все-таки... И есть, да, есть действительно проблема в этой истории, не только потому, что сегодня огромное изобилие, и мы как-то избалованы, и уже не воспринимаем поход в кафе или в ресторан, как действительно праздник. Более того, порой, наверное, страдает качество. И очень много где. Давайте поговорим на эту тему немножечко. Вот плюсы-минусы ресторанов прошлого и настоящего хочется обсудить. Чего не хватает сегодня нашим местам отдыха, на ваш взгляд? В первую очередь. Многим местам не хватает, прежде всего, профессионализма. Ну, судите сами. Если раньше рестораны делали, люди профессионально подготовленные, то есть владело им государство в частности. Ну, они имели образование. Да, они имели образование, имели специальную подготовку. Официанты учились, они нанимались просто. Бармены учились, специально учились. Про поваров вообще молчат. Нужно, чтобы попасть в шеф-повара, это просто жизнь удалась. То сейчас, ну, зная не понаслышке все это, то есть я тоже занимался когда-то ресторанным бизнесом. Мы сказали так, что ресторан появляется откуда. То есть их, кстати, много очень появилось. У нас в нулевых, когда закончилась наша история с этим автомобильным бизнесом, денег освободилось много, и пошли рестораны открывать. Все вот эти вот автодилеры. И все, кто возит этого, все, что первое в голову приходит, конечно, ресторан. Он покупает или арендует помещение или какое-нибудь уже заразвалившееся ресторан, вкладывает деньги в дизайн, в посуду. Причем он слушает жену обычно, там, или бухгалтера своего, или просто какого-нибудь разводящего, мягко говоря. То есть там, когда ты становишься директором ресторана, для тебя все становится в пять раз дороже. Это есть такая тенденция. Это точно говорю. И все, открывает ресторан, садится и сидит. Ждет, когда к нему придут. Нет, сначала придут, а потом не ходят. Все, эта история всем известна. Так вот столько этих ресторанов позакрывалось. Там не было профессионалов, нанимали случайных людей. Тот, кто понравился, у кого там фигура получше, у кого там просто дядя или тетя где-то работает. Все, вот с этого все посмотришь на этот ресторан. Шеф-повар, мама, вармен-папа и так далее. Да, да, да. То есть семейный бизнес сейчас, ну или знакомые какие-то. И все это развалило с чертям собачьим деньги. И естественно, то есть, ну, я не буду, конечно, называть какие рестораны, но это прям грустная история. Сейчас немножко эволюция победила. Вот на данный момент сейчас вот прям вот наблюдается такая эволюция, что вот плохое все уходит, хорошее все-таки начинается. Возвращается потихонечку. Да, люди многие, которые начинали там 10 лет назад заниматься ресторанным бизнесом, наконец-то научились и теперь делают все правильно. Конечно. Ближе идет уже конкуренция. И каждый уже собственник и ресторатор уже понимает, что он не просто открывает заведение, он должен понимать для кого, для какой-то слева аудитории он это делает, какую кухню он хочет предложить гостям. И очень большое имеет значение место, как говорят англичане, location, location, location. И что ты предложишь гостям, какую суть, философию, атмосферу, какую ты создашь, какие ты использовать будешь продукты, направление кухни. Сейчас выбор очень большой. Но и в то же время, если так вот, ну, по статистике посмотреть, город Владивосток, Приморский край, 130-140% точек общественного питания на душу населения города, ну, Приморского края, города Владивостока. Примерно вот такая вот такая статистика. То есть есть определенная конкуренция в том, что нужно переманивать потоки гостей, желаемых для своего заведения. И каждый над этим голову ломает. Как же это сделать? И вот здесь подводные как начинаются, хитрые маркетинговые ходы, фишки рестораторов, фишки кульнарные, кухонные там интересные. Вот, то есть каждый пытается сделать что-то, но опыта у многих мало. И здесь ты пытаешься либо что-то скопировать у других, как делают на Западе, в Москве, в Питере, в Лондоне, да. То есть некоторые вещи неприемлемые, западные фишки, потому что очень многие приезжали рестораторы из Москвы, из Питера, но большинство их проектов здесь, в Владивостоке, не прижились. Не прижились. А вам не кажется, что вот уходя в концепцию, многие заведения забывают о самом главном? Сейчас речь идет о ресторанах, безусловно, это кухня. Все-таки человек хочет вкусно есть, хорошие, нормальные порции, качественно приготовленные, из хороших продуктов. И недорого. И недорого. Ну, да, это, конечно, уже совсем идеальный вариант. Кухня, это, как говорится, по умолчанию. Если нет кухни, то это вообще нет. То есть, в том-то и дело. Даже в любом клубе, если нет чего покушать, нечем закусить, то это не клуб. Там просто будет, ну да, хорошо, но там есть жрать нечего. И не пойдут. Даже если там будут выступать самые лучшие звезды и так далее. Но это уже другая история. Но я вот не хочу, не могу согласиться все-таки с вами в том, что конкуренция в этом бизнесе есть. У нас нет конкуренции в этом городе, в этом бизнесе. Я вот говорю с вами, нет конкуренции, их плохие рестораторы. У нас еще недостаточно хороших ресторанов, чтобы было конкуренции. Я десяток могу называть ресторанов, конечно, мы здесь не будем, которые действительно можно ходить, в остальные просто нельзя. Я бы не рекомендовал даже. Согласен. Просто потому, что это опасно для здоровья и для психологического состояния, потому что потом ты не захочешь никуда идти. Поэтому я не соглашусь насчет конкуренции. Все равно некие механизмы рыночные существуют. Нет, да, конечно, такой плотной конкуренции, наверное, как в Москве или как в каких-то крупных городах. Да, и мы наблюдаем, как, к сожалению, умирают некоторые заведения. Но все-таки нужно надеяться на то, что туристические потоки растущие, и, к сожалению, это пока узко азиатская направленность потоки, и поэтому, наверное, в ближайшее время там, скорее всего, будет востребована именно паназиатская кухня, китайская кухня и так далее. Но это же можно тоже делать достаточно высокого уровня и интересного. Также русская кухня для дистанции. Ну и русская, конечно, да. К сожалению, вот русской кухни у нас очень мало. Действительно, попались и перечислили. Традиционной, да. И, наверное, все-таки нужно понимать, что те, кто сюда едет, и японцы, и китайцы, и из других частей России, все равно они хотели бы видеть именно русскую кухню. Конечно, мы ведь в другой стране пробуем. Да, мы же приезжаем, да, и это очень смешно, когда вот этих везут там суши кушать и так далее. А русской красивой, традиционной, то есть кухни со своим атрибутом и со своими, наверное, еще какими-то... Не соглашусь. Хорошо, давайте поспорим. Мы забыли про самый брендовый ресторан нашего города – это Лесную заимку. А, ну это классика. А, ну это тоже старейшая. Ну что, кухня в порядке, поверьте мне. Правда, Лёвка? Старейший ресторан, конечно же, переживший уже историю апгрейда. То есть, и, конечно, у многих, ну и у меня тоже молодость связана, конечно, с Лесной заимкой. Визитная карточка отчасти нашего города. Визитная карточка, да, большой, крупный ресторан. Местоположение также, да, на самом въезде в городе Востока. Ну и до сих пор там достаточно и президент там и прочее. То есть, это вот такое место, где, наверное, есть смысл говорить про русскую кухню. Старые традиции сохраняются. Да, ну это загородный ресторан, да, с его концептом. А на самом деле в черте города, да, в черте города такого, наверное, нет. Или есть хорошие рестораны, я не соглашусь, которые именно на русскую кухню делают упор. Но, на мой взгляд, все-таки тенденция у нас в городе идет к мультимедийной кухне. И все равно в Владивостоке будет своя особенная кухня, это наблюдают. Ну это вот как раз про конкуренцию. Морское, с русским, с японским и с китайским. Да, с использованием сырья, специи, приправ, соусов и продукты региональные. Да, понятно, что приходишь в ресторан, ты хочешь покушать мясо, рыбу, но город Портовый, это уже, как говорится, априори. У нас свежей баранины нету, тут просто ее не может быть, поэтому мы не можем на кавказскую кухню давить. Как бы тут грузинские какие-то рестораны не открывали, они не смогут делать ту же самую кухню, которая делается на Кавказе, понимаете? Ну нету баранины. Мне кажется, у нас вообще действительно парадокс. Морской город, а нет как такового хорошего рыбного ресторана. И он нужен, и, конечно, вот такой концепт, как поплавок, да, был бы, наверное, замечательный, потому что это парадокс, что ресторан на воде, да, в котором... Вот, я хотела об этом сказать, все задумываются от вас. Да, вот на надежной, который сейчас второй открылся. В Хабаровске, да, в Хабаровске есть несколько ресторанов на воде, да, но нет во Владивостоке. Парадокс. Да, хороший был бы и туристический. Ну почему, почему, есть хороший ресторан, нельзя же называть, да, все его знают, на красоте. Вы там давно бывали? Да, да, с видом. Там еще с рыбой все в порядке. Да, кстати. И морское название, тематическое, хотя сленг латинский. Да, я соглашусь, наверное, это единственное место, куда вот возят еще, да, с... Но мы же понимаем, да, что рыба-то вся привозная, к сожалению. Вот если построят наш рыбный рынок, может быть, повара смогут покупать с утреца. Как в Японии, как в Токио, в Японии, на 4 утра приезжаешь и покупаешь качественный тунец и, ну, всю местную рыбную, всю свежую продукцию, которая выложена, вот, часами. У тебя в 150 метрах от тебя море, а ты везешь рыбу откуда-нибудь там с Норвегии. Ну, это же инцидент, конечно. Можно вернуться немножко, Александр Владимирович, вы сказали, что МЧС, то есть, я правильно понимаю, в первую очередь боятся за безопасность посетителей? Я просто так сказал насчет МЧС, я ничего против не имею. Нет, я просто имею в виду, что, как бы, ресторан на воде это сложное, честно говоря, заведение, обусловлено тем, что все-таки это опасно. Опасно для гостей, потому что гости, ну, это, как бы, так сказать... Гости народ веселый. Народ веселый и находится в зоне риска. И, как бы, ну, не рискуют, наверное, может быть, из-за этого. Раньше как-то люди поприличнее были, что ли. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мы не затронули один очень важный, колоритный момент ресторанной жизни нашего города – это китайская кухня. Как обстоят дела с этим делом у нас в городе сегодня? Интересно ваше экспертное мнение. Плохо обстоят. Так, почему? Ну, потому что нет ни одного достойного места, которое бы именно китайскую кухню представлял. Если мы будем говорить о начале вот этой вот истории китайской кухни во Владивостоке, она началась где-то в начале 2000-х, в конце 90-х, да, то есть вот появились вот эти вот чайна-тауны, при которых уже ни одного не осталось, да. Мне немножко это очень обрадовало, потому что я вот вырос среди китайцев. То есть я не отсюда, не из Владивостока, но вырос среди китайцев, именно китайскую кухню знаю с детства. Ну, под Хабаровском есть поселок, где половина китайцев, половина русских живет. Я просто с детства знаю. И прямо вот там вот я почувствовал вот этот вот вкус китайской кухни, который у меня с детства знакомый. Радовался, ходил постоянно туда. А потом все начало просто чахнуть. Чахнуть по причине того, что появилась конкуренция серьезная, то есть фастфуда, бургерных всяких этих, вот тоже, кстати, пласт такой, который занимает достаточно серьезно. И есть достойно, а есть те, которые просто, ну, просто закрыть надо и вообще, то есть и сжечь, чтобы не было вообще. Все-таки, мне кажется, что практически каждого гостя из центральной части России, который приезжает к нам, обязательно здесь водят так называемые чефаньки. Сейчас некуда повезти. Сейчас некуда повезти. Я думал, там вот, вот, надо было благоречески, восхищался там всем этим делом, то есть в Хабаровске тоже отлично, то есть с этим делом все у нас плохо. Прям совсем плохо. Я прямо вот думаю, что, наверное, все-таки кто-нибудь задумается над этим и сделает китайское, достойное. Потому что, когда сравниваешь то, что здесь готовят, да, и ты или приезжаешь в Китай и идешь в то заведение, которое кушает там же, где местные жители, это и большая разница. Самое главное, чтобы китайцы сами не занимались сервисом. Вот. Пусть готовят, но чтобы сервисом не занимались. Большие порции, хорошие цены и... Заходишь, вот это вот вонник, то есть нельзя вообще допускать к сервису. С кухни нельзя выпускать вообще. Но все-таки вопрос действительно антисанитарии здесь очень важен. Мы знаем. Я не знаю, куда вообще распотребнодзор смотрят, честно говоря, с этими китайскими забегаловками. Там просто опасно для здоровья. Ну, при этом все равно, если приезжают гости, они просят повезти именно где есть вот а-ля натурель китайская кухня. Что же там все мы иногда этим пишем? Без хрустальных люстр, да, но зато и такая же. Больше просят японскую кухню показать. И у нас есть что показать. Корейская японская. Корейская японская. Ну, корейская не только. Кстати, корейская как? Достойно у нас представлено, как считаете? Мало, мало. Мало очень. Достойно, но очень мало. Найти ее вообще днем со днем. Ну, почему, есть. Два-три вот я таких... Два-три заведения, которые прямо могут сделать там и мраморное мясо, вот это вот все как надо. Мы не будем называть. Ну, не все так печально совсем, да, учитывая, что клиентский поток идет. Он идет, он будет увеличиваться. И понятно, что все равно, вот сейчас на Светланской, да, появилось новое такое заведение на красной линии. И понятно, почему оно там появилось. Я не знаю, как он называется, честно говоря. Да, нет, нет. Вот, поэтому, говорю, да, оно ориентировано на туристические китайские группы. Вот, явно возникнет что-то еще. А раз это будет одобрено, ну, скажем, самими гостями, да, значит, соответственно, можно будет идти сюда. Да, и других гостей туда водить. У нас остается буквально немного времени, а мы не обсудили очень важную часть нашего разговора. Это бывшие ночные клубы, ночные заведения Владивостока. Я думаю, что здесь есть что рассказать. Давайте вспомним, во-первых, их перечислим. Тут сердце кровью, да. Я вам честно говорю. Бальзам, бальзам. Сердце кровью обливается, когда вспоминаешь Крейзи там, Стелс. Наутилус. Наутилус не так, Тиню Звезду. Не сильно обливается. Роял Парк. Да, ты вспоминаешь, конечно, это были заведения с особой атмосферой. Конечно, это сейчас вот называется по-другому КЗТ, да. А да, это было именно вот место такого мультимедийного отдыха, прямо скажем, для всех возрастов, для всех вкусов, и всем там было место. Действительно, раньше как-то в КУП ходили абсолютно разные поколения? Ну, сейчас разделилось на две категории. Ну, скажем так. Нет, есть еще третья, я с вами вот тоже тут не соглашусь. Я же не рожал, какие. Мне кажется, есть такие уже закоренелые места отдыха, сохранившиеся у нас в городе. Я понимаю, это не совсем клуб. Ну да, это клуб. То есть, если мы будем говорить о таких местах, которые почившие БСБ, которые сейчас все-таки... Ну, что вы, кстати, думаете по этому поводу? Все очень удивлены тем, что закрылся клуб. Да, переформатировали. Просто он не закрылся. Но он перешел к другому. Он просто поменял название, я так считаю. Это мое личное мнение. Он просто поменял название. Поменял название, а мне кажется, история за помощью, что он переехал. А на мане же все те же, и просто был убран тот менеджмент, который мешал развитию... То есть, после известного... То есть, он остановился, да, в какой-то момент? Он, да, несколько лет остановился, я считаю так. Теперь, когда лишние люди ушли, просто, ну, там, все это... Не то, что лишние, прямо... Другие просто. Другие просто, да? Звежая кровь пришла. Просто под другое видение. Сейчас совсем другое. Ну, мы, допустим, ругаем и все мы берем там за близкий поезд. Как я называю это имя, хоть и действующий клуб. Ну, это культовые места. Это бренд Владивостока. На самом деле, такое место, которое появилось сделать... Все приезжают, всегда приезжали и хвалили. 15 лет, да, ему будет? 16-16. Первое июля, да. Вот, великолепный клуб. С атмосферой своей, с историей. Вот я и говорила о подобном месте. Где можно, в принципе, любые поколения там собираются. Еще сохранились такие площадки. Это не трожки. Это критиковать даже нельзя. Это нужно помогать таким местам. А мы говорим о тех местах, которые, ну, мягко говоря, где бардак. Бардак со входа и до конца. То есть там только все на это рассчитано. Чем больше выпить, тем лучше. Ну, понятно. Ну, да. Типа поток поставить, а там как? Да, там поток, пикап и… Да, и злачные превращаются в такие злачные места. Да, на самом деле. То есть вроде молодежный клуб. Куда и страшно отпустили детей. Оттуда выходишь, забыть хочется. Это да. Потому что если вначале, когда появились клубы, да, то есть это было такое место, где было более… Собиралась и молодежь в том числе, да, стала подтягиваться в эти места. И это танцы, и это очень много чего, да. Вот. То вот со временем эти места вот просто, ну, начали превращаться вот в такие клаки. И все прекрасно знают, что молодежь, что… Бесплатно, доступность. Отпускать очень опасно. Распущенность там. И никоим образом эта распущенность там не пресекается. Да, вот это вот плохо, потому что… Мы все имеем детей, я, допустим, своих детей туда не хотел бы пускать, хотя сам, конечно, туда тоже там был. Ну, а что делать? Ну, какое-то время в начальном периоде. Ну, не только в начале, бывает. Нет, бывает. Бывает, и хожу. Да, когда уже устаканены определенные жизненные ценности, тогда, наверное, не страшно туда заходить. Не страшно туда заходить. Да. А вот для молодежи еще неустойчивые, познающие и все так далее, да, это очень опасные места. Ну, по крайней мере, в нашем понимании. У нас остается буквально минутка нашего разговора, и мне бы хотелось подытожить вопросом, на который каждый из вас сейчас даст мне ответ, я надеюсь. Какое заведение, будь то ночной клуб или ресторан нашего города, вы бы очень хотели вернуть сегодня? Больше всего? Больше всего я бы хотел вернуть, пожалуй, Версаль. Чилискин. Это бренд, действительно, то есть это вот храм ресторан города был когда-то. Это история, в первую очередь, конечно. Это история, да, старейшая. Это больше всего. Ну, это из ресторанов, а из клубов, ну, я проболчу, но я уже называл. Угу. Ну, а я радую за рыбный ресторан, за поплавок, вот за этот концепт, который был, был успешен, был узнаваем. Многие испытывают ностальгию по этому месту. Я считаю, что для нашего города он бы стал одним из таких очень реперных точек, и для туризма в том числе. Я соглашусь с обоими коллегами, потому что ресторан Чилискин и поплавок, это действительно было, ну, и можно добавить еще и лесная заимка, да, то есть вот третья. В лесной заимке все в порядке. Ну, да, да, ну там, да. Это пока еще столб, который стоит. Ну, из прошлого. Вы имеете в виду то, что действительно это бренды. Сейчас бренды, да. Узнаваем. Ну, а Чилискин, это история, это да, и Колчак, это и там же произошла ситуация в 1934 году, когда была провокация связана с тем, что было убийство какого-то там японского гражданина, и была интервенция, введены были войска. То есть, ну, там событий очень много было связано. Плюс еще там и исторические, и военные, и политические события, когда спасли чилискинцев. Именно Версаль, не Чилискин, потому что Чилискин, это уже... Да, позже переименовали. Наши переименовали. Да, уже наши, после того, как были спасены... Именно Версаль, потому что мы историческое название уже больше 100 лет получается, да? 83 года. Ну, так и какой у вас? Ну, Чилискин. Голосуем за Чилискин, да? Ну, я надеюсь, что прислушаются, может быть, рестораторы после нашей программы задумаются о том, что действительно есть проблема, нет рыбного ресторана, хочется вернуть тот самый Версаль, который был у нас, был подарен нам историей нашего города. Я надеюсь, что таких заведений во Владивостоке будут появляться. И спасибо вам огромное за то, что рассказали нам историю ресторанов, ночных клубов Владивостока. Было очень интересно. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин